Всем привет! Меня зовут Илья Сыч, и сегодня я адаптировал для вас фрагмент из интервью Дэвида Айка. Дэвид Айк является писателем, оратором и конспирологом. Не буду сейчас говорить о чем данное видео, но обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, если вы попали сюда впервые, ставьте лайк этому видео и пишите ваши комментарии. Я всегда читаю комментарии и стараюсь отвечать на них. Поехали! Самые темные секреты мира. Вы не поверите, что это происходит на самом деле. Марк Цукемерг владеет Facebook. Смешно. Вы видели его уставшие глаза, полные ужаса и изумления, когда ему задавали вопросы в Капитолии? Мысль о том, что он один управляет Facebook смешна. Здесь работают и другие силы. Amazon, Google, Facebook, Twitter, Apple применяют одинаковые технологии для полного контроля над информацией. Секретный. Незаметное порабощение человечества, тайная психологическая игра, поведение начинается с восприятия, а восприятие с получения информации. Любой личный опыт, знакомство с материалами СМИ, общение – это все полученная информация. И если внимательно присмотреться к деятельности политиков, можно понять. А. Как работает реальность? Но они не хотят, чтобы мы об этом знали. Б. Как работает мозг и психология? Вы замечали, что несколько человек управляют тысячами. Они умеют контролировать восприятие масс. И все. Научитесь распределять управление массами. И вот в ваших руках контроль над целым обществом. Ваш контроль. Вы можете прожить без своего смартфона? Попробуйте убрать его. Но вот он опять у вас в руках. Вы зависимы от него. И так не вы, а он контролирует вас. Люди зависят от Фейсбука, а Google стал всемирной поисковой системой. Теперь интернет – это центр человеческого общества. И это необратимо. Кто будет увеличивать количество просмотров на видео в YouTube, принадлежащем компании Google? Теперь мы знаем то, что знает власть. И интернет станет тем, чем он должен быть. Amazon, Facebook, Google и Twitter изменятся. Информация будет конфиденциальной. Сейчас они предлагают информацию, с которой формируется восприятие. Так манипулируют нашим сознанием. Они хотели сделать интернет центром человеческого общества, центром информации и контроля. Поэтому сейчас все, от холодильника до машины и телевизоров, подключены к интернету. Процесс подготовки завершен. Первая стадия сделать людей, зависимые от технологий, таких как смартфоны, планшеты, достигнута. Пройдитесь по городу, чтобы увидеть это. Влияние на молодое поколение. Почему? Потому что оно будет взрослым тогда, когда планируется внедрить систему искусственного интеллекта. К тому времени зависимое общество будет готово. Мне 67 лет. Я рожден в 1952 году. Я знаю, как выглядел мир раньше. Молодежь знает мир только в таком его виде. У них нет знаний того, каким мир был ранее. Для них мир – это технологии. Итак, первая стадия – сделать людей зависимыми от технологий. Настолько, чтобы ночью напролет дожидаться новинки от Apple, выстаивая огромную очередь. Их цель – люди, стоящие в очереди за подключение к искусственному интеллекту. В Швеции люди устраивают вечеринки по поводу того, что кому-то вживили микрочип. Это вторая стадия. Технология должна внедриться в тело человека. Это переход одержащих устройств к переносным. Bluetooth, Google очки, Apple Watch и другие гаджеты, которые мы уже носим на себе. И то, что они называют электронные тату, это по сути микрочипы на коже. Вживление гаджетов в тело уже началось. Google и Facebook лидируют в этом направлении. Люди думают, что это только социальная сеть или поисковик. Нет, нет и еще раз нет. Google, имеющий свой буквенный код, сейчас в первых рядах по развитию искусственного интеллекта. Amazon получил контракты на сотни миллионов долларов с ИРУ и Пентагоном на облачные сервисы и прочее. Да, они владеют многочисленными сервисами, которые пользователям не видны. Их идея воплотить это в жизнь. Послушайте Рея Курцвейла. Он заявляет, что 80% его успеха состоит в его прогнозах по поводу грядущих технологий. Продажи вырастут, если мы подключимся к искусственному интеллекту и будем сверхлюдьми. Пик роста продаж. Раскупят программы Siri, Alexa. Вернемся к ним позже, это интересно и важно. Идея стать суперчеловеком, подключившись к искусственному интеллекту, влечет вас. И вот вы субчеловеческий интеллект, двигатель для искусственного интеллекта. Но контроль над этим не у вас. Программы типа Alexa, так называемые офисные или персональные помощники, становятся для вас полезнее, чем люди. Современные игрушки даже для малышей имеют подключение к интернету, например, куклы Барби. Вы и ваши дети теперь можете разговаривать с ними. Ежедневно создаются синтетические роботы, которые выглядят как люди. Лидируют в этом восток. Все это процесс приобщения людей к искусственному интеллекту. Цель которого сделать взаимодействие машины и человека естественным и привычным. Это хорошо? Так мы сможем жить лучше, да? Что ж, если вы хотите использовать искусственный интеллект, чтобы вещи работали более эффективно, это разумно. Но ведь нет необходимости подключать ИИ к человеческому мозгу и процессам восприятия. Ведь так искусственный интеллект вытеснит ваше мышление. Это не мое утверждение. Послушайте Рея Курцвейла. До 2030 года соединение между искусственным интеллектом и человеческим мозгом будет установлено. Человеческий мозг подключат так называемую облаку. Или к умным сетям. А по сути к искусственному интеллекту. Уровень дохода Курцвейла будет чрезвычайным, если мы станем сверхлюдьми. И искусственный интеллект будет внедряться в человеческое мышление и восприятие до тех пор, пока полностью не заменят все процессы мышления и восприятия. Мы больше не будем людьми с осознанными процессами. Мы станем частью искусственного интеллекта. Произойдет необратимая ассимиляция. Подсоединяя свой разум к сети, огромной технологической сети, вы должны знать, она кем-то управляется. Ей не нужно много людей для самоконтроля и еще меньше тех, кто будет решать, как ей управлять. Слышали про правила деликого пальца? Спросите меня, каких областей касается ваш доклад? И я отвечу, тех, где нет альтернативного мнения. Представьте свою точку зрения. И если она не совпадает с официальной, вы подвергнетесь оскорблением. Может, даже вас назовут нацистом. Могут взять под стражу. Так определяются ключевые области моего доклада. Видите, в чем суть? Я хочу, чтобы вы поверили мне, но не имею полноценных доказателей своим теориям. И в открытых дебатах, где мнения, факты и доказательства свободны для обсуждения, я бы проиграл. Но не потому, что я не смог бы отстоять свои идеи. Нет, просто мне не дали бы говорить. Вот и все.